в субботу вечером и воскресенье утром за чистым чистым полем за высокой горой за голубой рекой сказочном городке живут наши герои кирпичном домике живет семья медведей отец потап мать матриона и мишутка который очень любит малину а это жилище зайца фили он очень много знает потому что читает разные умные книжки даже энциклопедии лесных и речных наук хозяйка этого домика возле которого растет серебряный куст с орешками белочка туся большая непоседа так и живут лесные обитатели в дружбе и согласии ну вот однажды ёжик стёпа работавший сторожем при лесном складе обнаружил в задней стене большую дыру все заготовленные на зиму исчезла кто посмел как быть скоро зима а новые запасы сделать негде на другое утро медвежонок миша грустно сидел у окна даже не смотрел на чашку с медом на чашку с медом ему очень хотелось помочь лесным жителям но он не знал как это сделать на ветку села сорока и скороговоркой прострекотала соседнем лесу волка леса спрятали в яму мешки и корзины с орехами яблоками и ягодами это ваши запасы это ваше добро как добраться до соседнего леса спросил миша у мамы чтобы попасть соседний лес нужно плыть три дня и три ночи но я не смогу плыть три дня и три ночи один да и на чем посоветуйся с друзьями может они тебе помогут совершить это путешествие рано утром стало солнце жителей города разбудила сорока вставайте сегодня медвежонок собирается отправиться на поиски украденных припасов и сказочном городке поднялся переполох все бросились к реке и мы с тобой поплывем вместе легче да и веселей предложил миша степа с чего же начать почесал за ухом медвежонок во первых надо построить корабль сказал еж все это правильно но вы забыли о главном перебил их заяц все замолчали посмотрели на него заяц надел очки вытащилась за пояс энциклопедию речных наук открыл ее на нужной странице и прочитал путешествовать по реке может только тот кто умеет плавать все как-то разом сникли только медвежонок радостно закричал я умею я умею плавать а что же нам делать опечалились остальные и это еще не все фили перевернул страницу нужно знать правила поведения на реке а ты дружок знаешь эти правила запомни пожалуйста не в сказке сказать не пером описать как это скверно если не умеешь вести себя на воде а какие это правило дружно удивились не умеющий плавать ну например не умея плавать нельзя заходить в воду по одиночке и глубже чем по пояс нельзя допускать шалости в воде продолжал чтение заяц фили вот смотрите какую чехарду затеяли в воде лесята это же опасно для жизни нечего время терять вмешался стёпа посмотрите сколько бумаги шишек и пустых банок валяется на берегу давайте все это уберем и начнем учиться плавать научить всех плавать поручили медвежонку он оказался прекрасным учителем первым делом выбрал у берега удобное место с чистым дном затем поставил знаки ограждения можно начинать учились лесные братья прилежно хоть иногда и нарушали правила белка непоседа то и дело старалась заплыть за знаки ограждения и часто пыталась прыгать в воду с дерева ёж нырнул в незнакомом месте зацепился за корягу и поранил себе лапку зайчиха маша учила всех оказывать первую помощь пострадавшему на воде филя перепугал всех когда просто так шутки ради стал кричать то ну хотя и знал что этого делать нельзя следующий раз ему могут и не поверить но главной бедой было то что звери никак не хотели выходить из воды а ведь в речной энциклопедии написано что находиться в воде можно не более 15 минут а ты дружок знаешь это правило наконец наши путешественники научились плавать теперь им осталось построить корабль обратились за помощью бобром и вот корабль готов друзья ликовали филя носился туда-сюда покрикивая на всех ему казалось что погрузка идет медленно что забыли взять весла что спасательные круги закрепили кое-как в субботу вечером на берегу реки собрались все жители сказочного города они махали платками вслед кораблю на котором отплывал медвежонок заяц еж и белка три дня и три ночи плыл корабль три дня и три ночи несли вахту друзья однажды судно напоролась на брошенное кем-то ведро в дне появилась течь и только веселые бобры помогли путешественникам выбраться из беды умный филя всюду совал свой нос давал множество советов но когда опасность миновала на радостях сам не уберегся играя в воде с рыбками он разорвал свою пушистую шкурку и туся зашил ее паутинкой хорошо что они взяли с собой аптечку вот и соседний лес на чего же здесь хорошо и красиво но нам надо было быстрее тыскать яму который волк и леса спрятали уворованные сорока сказала на запад от обгоревшего дерева взглядывая в компас медвежонок углубился в лес друзья гуськом зашагали за ним нет не напрасно проделали они этот трудный путь запасы были спасены теперь зима не страшна тяжело нагруженный корабль отправился в обратный путь и утром следующего воскресенья прибыл в родной город друзья рассказали жителям о путешествии а белочка захлебываясь от восторга тараторила вы должны все научиться плавать это так здорово плыть по реке купаться нырять вода не страшно тем кто соблюдает осторожность и придерживается правил поведение на воде эту сказку рассказал тебе старый филин живущий в дупле сосны которая стоит возле кирпичного домика мы надеемся дружок что познакомившись с нею ты многое понял узнал и запомнил конец эта история очень познавательно и поучительно ведь действительно правила поведения в воде очень важны от них зависит жизнь человека будьте осторожны а и Субтитры создавал DimaTorzok